девочки и мальчики всем доброе утро посмотрите какая красота даже радуются мои голуби какой красивый цветок будет таких еще три класс и так рада такой красавец это наш сегодняшний завтрак бутерброды с рыбкой и остатки вчерашнего манника меня кофе мужа кофе пьем едим закончила я почти свой бактус не без косяков конечно но их практически не видно такое специально делала маленький под куртку мне осталось от утюжить бахрому посмотрели где ее не хватает и доделать может быть еще там где ее не хватает я вот сюда хотела кисточки сделать учет передумала он получится на шее вот такой сейчас на шее это будет выглядеть вот так несколько спорочек будет так ну вот потом уже от утюжу бахрому покажу вам окончательный вариант хочу еще сделать тоненькую шапочку под него связать чтобы был у меня комплект вот так причапал муж из магазина человек я уже выкинула но суть такова огурцы я помыла с мылом хозяйственным капусту верхние листья сняла и тоже помыла все приходится обрабатывать он купил еще две пачки перловки но это птичкам я тоже обработала сняла упаковки пересыпала в другую емкость и масло масло тоже обработала встающиеся в таком шоке как вот ходишь блины продукты покупать муж говорит стоит какой-то мужик напротив овощей и чихает там кашляет прям вовсю короче ну представьте все открытое все воды огурцы эти падаются он стоит там кашляет не маски ничего нету страшно есть вот такое где гарантия что хозяйственное мыло вот смыла вот эту фигню и не знаю не варить же огурцы что-то я в это пугающих не какое-то состояние сегодня не знаю с этим коронавирусом помыла посуду сейчас еще раковина помоем убрала тут все там прибрала сняла на кулинарный канал видео про куличи так что напишите что вы с продуктами делаете вы обрабатываете как-то моете чем обрабатываете как вот как вы используете что делаете после магазина мне интересно пишите мне пожалуйста успокойте мою душу как здесь как делаете вы моя пока занялась уборкой надо убрать на кухне что-то у меня тут такой ковардак я как видео какой-нибудь сниму кулинарное так вообще умеют тарарам такой посуды море приготовишь что-нибудь одно маленькое посуды потом гора такова вот видимо блогерская участь мыть посуду постоянно у нас пасмурно погода так себя все равно не видишь только из окошка смотришь пасмурно или нет сейчас я доделаю все дела и мы будем с вами делать скраб из кофе у меня есть кофе из кофе машины я хочу сделать скраб мне домашний скраб нравится больше чем из упаковочек обещала и делать скраб будем делать сегодня скраб у меня кофе он сухой уже это из кофе машины мне подружка таскает я часто делаю домашний скраб мне нравится я буду добавлять соду сюда у нас лишнюю воду выгоняет из организма с подкожного слоя 3 чайные ложки внутри с половиной положу буду добавлять соль можете добавить сахар если вы не любите я люблю солевые скрабы я люблю такие ух прям чтоб чтоб прямо деручий был поэтому я магазинные не очень потому что найти магазинный который будет прям такой ух проблематично вообще все они какие-то такие не скраб полирующий что ли эффект у него просто слегка если вы знаете какие-то скрабы такие мощные магазинные скажите мне соли можете взять я говорю сахар можете вообще ничего не брать но вместо взять кофе и мед к примеру не добавлять ни соль не сахар сахар мне не нравится потому что он все таки подрастворяется и получается гранулки мелкие это более деликатный получится скраб а соль все таки дольше части все хорошо смешаю не посмотрите после уколов чё все все в синяках кошмар на кулинарные видео блин как появляется моя рука там потом пересматриваю приходится вырезать люди подумают чё она там вся в синяках ну как я уже сказала мне 10 числа на прием к пульмонологу на какие-то там пробы нашла только пихтовое масло дома ну и чайное дерево чайное дерево мне в принципе не надо вот пихтов вообще запах пихтового масла не очень люблю не мама мазалась очень долго этим пихтовым маслом она хорошо очень для тела расслабляет мышцы и очень она противовоспалительный эффект имеет вообще можно можете набрать загуглить посмотреть чё она там может я не люблю запах вот этот пихтовый поэтому я взяла гель для душа у которого достаточно резкий запах такой но сильный и надолго остается на теле чтобы перебить масло а вообще конечно для тела пихтовое масло очень полезно я думаю антицеллюлитный эффект тоже вот антицеллюлитный эффект знаете это все в комплексе надо не только масло там использовать крем это и упражнения это и питание это много чего так теперь будем добавлять мед мед у нас никто не хочет ну точнее я бы ела но у меня на него очень сильная изжога я случайно выявила это утром знаете может кто-то пробовал по утрам пить воду с медом я воду выпью думаю да чё за фигня такая воду выпью у меня изжога начинается прям страшно и прям так печет конкретно потом как-то мне надоумилось посмотреть в интернете химический состав меда а там оказывается кислот всяких разных очень-очень много ядомо все понятно у меня повышенная кислотность желудка поэтому я стараюсь не злоупотреблять кислотами не фруктовыми не из меда и добавляю гель для душа во первых легче смывается потом все это легче наносится в общем все тщательно перемешиваем будет густой будет казаться сначала что мало надо мало геля для душа нормально тут все потом постоит соль и мед дадут еще свою жидкость и будет у нас замечательный все равно пихтовое масло все равно чувствуется вот такой гель для душа у меня фиалки что ли камэ и мне очень нравится гель для душа камэ и и вот сейчас смешала с пихтовым маслом вы знаете чем пахнет манго интересный запах пропивается еще немножечко запах пихтового масла но все равно манго также и пахнет немножечко елочкой в общем болтаю болтаю с вами сейчас все перемешаю подключусь все я все смешала такой густой но он постоит чуть пожиже станет густой скрабик скраб готов если есть возможность купить апельсиновое масло или масло лимона самое сюда масло грейпфрута еще есть самая подходящая все наш скраб готов сейчас еще помою посуду у меня осталось после завтрака сейчас буду утюжить бахрому своего бактуса и буду уже заканчивать его пушиться надо вот эти расправить все бахроминочки посмотреть где то может быть не хватает где-то большие проплешины в общем сейчас смотрю на этом буду с вами прощаться погода у нас сегодня не айс ведь идет дождь ну идет дождь хотя бы устраивает снег это уже ничего тут у меня гиацинт засыхает мой я надеюсь луковичка останется живая это искусственные в икее покупала до встречи в следующем блоге пока пока